Цель — это любовь. Как Павел говорит, что мне толку, если я говорю ангельскими языками или человеческими? И я имею такую веру, что даже гору могу переставлять. Или я даже своё тело дам на всесожжение. Нет мне никакой пользы, если про это мне это любимое в сердце. Понимаете? Поэтому ни большая церковь, ни чудеса, ни переставление гор, ни знание Библии, ничто не заменит Божью любовь, которая изливается в твоём сердце Духом Святым. Это то, что мы должны искать, это то, в чём мы должны возрастать, это то, куда мы должны стремиться, и если мы в это придём, мы исполняем Божье предназначение в нашей жизни. Ты призван жить в Божьей любви на этой земле. Ты призван любить ближнего. Ты призван любить врагов. Ты призван любить без окружающей любви. Халлелуйя. На самом деле, понимаете, Богу не может не любить. Бог есть любовь. А любовь, она не может не любить. Она не может не любить, потому что она суть, любовь. И будет только, когда Бог наполняет тебя. Он не может не любить. Написано, соединяющийся с Господом, это один дух с Господом. Представь, если Господь, Бог, приходит, наполняет тебя, ты становишься с Ним один. Ты начинаешь любить, как Он, а Он любит через тебя. Слава Богу!